привет привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео в этом видео хочу коротко поговорить об теме причина выхода из строя подшипника ступицы автомобиля и сообщу вам один из важных причин о котором наверное в интернете не сможете найти информацию было у меня такой случай когда на машине в течение месяца три раза заменил подшипник ступицы всю вину валили на всякие мануфактурные предприятия которые изготавляют эти подшипники но виновником оказался самая простая штука об этом в конце видео готовя этот видео искал в интернете и везде и почти все пишут что причиной может пить первое естественный срок износа элемента и длинный период его эксплуатации второе утрата герметичности когда в процессе эксплуатации пильники подшипника пили повреждений постепенно вытекает оттуда смазка если герметичность подшипника утеряна когда вы проходите лужу в раскаленном подшипнике внутри попадает вода и вот почему после дождей чаще всего вы замечаете странный гул третий неправильная система установки если подшипник в ступицу оказался с опрессованием с сильным перекосом такую деталь необходимо менять уже скоро четвертое сильное затягивание изделия при монтаже слишком затянутые гайки приводят к перегреву и большому трению ну еще есть пятая причина о котором расскажу сейчас и всегда на этом обратите внимание знаешь значит вооружен знание это сила если кто знает еще какие-то причины пишем в комментариях что другие тоже знали многие наверное сталкивались таким ситуацией когда что-то странно начинает гудеть в машине приезде о загудела подшипник ступицы говорят многие но беда в том что таких подшипников на машине всегда четыре только на колесах и трудно определить какая именно из них гудит в интернете есть много видео и простых инструкций как именно определить какой подшипник какого колеса шумит и вышел из строя но чаще всего эти инструкции не помогают потому что если подшипник на раннем стадии выхода из строя не сильно изношена тогда трудно установить какая именно из них шумит один мастер мне рассказывал что у одного деда в тбилиси было специальное устройство постсоветского периода которого он прикладывал на колеса или там где подшипники крутят разгоняя с помощью этого устройства оси покрышек и другие узлы до такой скорости что спидометр автомобиля показывал примерно 150 километров часов и таким способом он подслушивал каждый узел и вставил стопроцентную диагноз какой именно подшипник шумит это я про то как иногда трудно определить какой подшипник нужно заменить когда в салоне автомобиля начинается гул но чтоб продлить жизнь ваших ступенчих подшипников что я рекомендую часто обращайте внимание в каком состоянии диски вашего автомобиля когда вы приходите в вулканизации чтоб отремонтировать или подкачать шину попросите мастера промониторить проверить состояние диска не прогнуты ли они нету ли каких то дефектов и деформации диски и погрешка должны крутиться идеально вот и тут кроется пятая причина выхода из строя подшипника ступицы если диск деформирован и оно крутится не идеально ровно тогда ждите что скоро подшипник с того же диска скоро начнет гудеть да может повреждение и деформация диска незначительно и вы наверное не замечаете какие то дергания или вибрации при езде с деформированным диском но уверяю вас ваш подшипник ступицы хорошо замечает это и скоро ждите неприятности диски могут гнуться и деформироваться при столкновении на батюре при попадании в ямах и так далее было у меня такой случай я однажды на своем старом автомобиле Golf 3 за месяц 3 раза заменил подшипник ступицы и потом кто-то один мудрый человек сказал мне Миша ты в каждом неделе подшипник меняешь и давай проверить диски в каком они состоянии проверил специальную мастерскую и оказалось что диски кривее поправили отремонтировали и еще 4 года на этом машине ездили подшипника больше не менять так что дорогие подписчики если что заметили подозрительное конем машину в вулканизации где есть специальное оборудование для проверки и ремонтирования дисков лучше потратить на ремонт диска чем потом искать дорогой подшипник на замену ну и в конце видео спасибо всем кто смотрел до конца и ищем новое видео если для вас было в этом видео что-то новое или полезное не забудьте вставить палец вверх и нажать на колокольчик 2 Субтитры создавал DimaTorzok